Здорово ребятушки, с вами ладушки, мы пойдем сейчас продолжать, пойдем продолжать, Хорошее продолжение для серии, запрещено хранение резиновых уточек, изверги, они забрали у нас последние, сколько у тебя стоит пистолет, если у тебя есть пистолет, давай поторгуем, да, я могу купить пистолет за 6 тысяч, это дорого, дофига как дорого, Я могу что-то хорошее такое ценное, я могу за 5 тысяч продать брошь, купить пистолет, и пойти, ну я так практически ничего не теряю, эта брошь пока никому не пригодилась, я надеюсь и не пригодится, У меня остается не так много времени, я просто не знаю у кого в доме есть пистолет, есть ли он, поэтому мне проще поступить так Да, что нужно? Поговорить про оружие, что насчет моей просьбы? Я принес вам пистолет, спасибо, обещаю, я буду с ним очень аккуратный, вы не представляете, как много вы сделали для меня, вы рискуете своей репутацией, вот, возьмите за ваши хлопоты, благодаря вам я впервые за много лет почувствую себя в безопасности Ну, я вышел в ноль практически с этой брошкой, охота на инженера, мне нужно бабку, вот эту вот выгнать Причем как можно скорее Эта тварь меня убила в прошлый раз Дружище, мне нужно узнать, есть ли у тебя пистолет, но я не хочу с тобой ссориться Вот это я на тебя поднасобирал немножечко, но мне с ним ссориться невыгодно, потому что я ему помогаю, возможно он поможет в хранении других денег, рыбалк Я могу на него характеристику на самом деле так составить, и это не будет вроде как какой-то проблемой Фух, это не тот Вино, паспорт Соль Нет! Ху-ху-ху Давайте я немножечко на него состав... А, вот, кстати, ты иди сюда Я составил на него характеристику, естественно, сдавать его не буду, поговорить про Герду Я хотел спросить о вашей дочери Я вас слушаю Да, 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 да Я думал, ты как-то отреагируешь на то, что ее арестовали, блин, ну ладно Ее же арестовали, я надеюсь, да Хе-хе-хе Так, ладно, квартира номер что у нас? Пять Да, квартира номер пять, пойдемте характеристику на него быстренько накатаем, просто денег составим Нам, как бы, за это ничего не будет, составить характеристику Квартира номер... Пять, дружище Вот ты у нас кто Посадить тебя, конечно, есть за что Ну, это крайний разговорчик Безработный Альберт... Альберт Майнеке Положение живет один безработный Так, 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 так... Все, все шесть, да? Может, такой пол, конечно Отправить Вот я просто еще тысячу заработаю Чисто за характеристику, потому что... Это... Так, ладно Что у нас с бабкой вот этой вот? Она... Она где? Так, характеристика принята О-о-о-о-о-о-о! это водка это вот вот этот вот ты и бруно нуэль это ее муж приехал он ее нашел все таки дать я поговорю с ним от еще медленнее можете бронова так отчета папа папа потом а выполнил позвоните министерство но не на время так что в принципе норм я не буду торопиться слушаю вас добрый день ничего не добрый день как день а так ты есть та самая знаменитая дырявая жопа я тебя понял хорошо да вот бабулька собирается я хочу чтобы бабулька свалила мне нужно ее отослать в края на и дальние чей подкинут подумать яблоко или музыкальные пластинки или я думаю ты у нас поедешь по статье а папа папа не убила офигеть тоже сказал что только пригрозишь ему ну серьезно так бабулька уехала тем временем я могу к ней вломиться блин училку арестую арестовали все таки это печально жаль но с другой стороны она встретилась со своим страхом лицом к лицу и ну я не знаю наверное такой сход лучше чем всю жизнь жить в страхе но не мне судить конечно так вот тебе яблочко блин положить музыкальные пластинки себе оставлю как компромат блин у нее тоже стык взять нечего бабулька не приехала не приехала так ладно мне есть две квартиры но мне собственно 2 и надо офигеть у нее вообще ничего нет такого подозрительного тварина реально знает что с ней будет за то что она подносрет против законов придется и выкидывать именно таким образом так я сейчас я просто выкину и квартира номер один а так ты у нас еще и книги читаешь все я тебя понял составить рапорт гражданка маргарет зауэр яблоко надо было вернуть тогда себе ну ладно квартира номер один нарушила директиву 52 19 сентября от 12 сентября читала она читала отправить ты как раз домой пришла очень вовремя за тобой сейчас приедут давайте по пока что глянем так возмутительный случай так это дара ноэль в тюрьме лучше чем с мужем я счастлива и я помню про вашу помощь я попросила перевести на ваш счет мое наследство до того как счета заморозили вы славный человек карл не бейте жену была бы она у меня сейчас жива еще ладно видите это было правильно возмутительный случай произошел вчера в городском порту двое неизвестных на самосвалах переехали на территорию порта ночью выгрузили в воду несколько десятков тысяч резиновых утят скрывшись затем в неизвестном направлении свидетельствами отметили на грузике надпись утиный флот на самих утятах нанесенным нанесенным ученик были обнаружены фразы делайте утят а не мины утки хотят мира и поставим уточку поставим уточку в войне так представитель министерства порядка заявил что это спланированная диверсия призванная подорвать боевой дух нашей страны и виновные будут найдены и наказаны также отметили что резиновые утки отныне призов приравниваются к противогосударственной пропаганде их крайне и хранение края со штрафом и так создаёт что эта новость спланированная покушение на жизнь главного редактора он едва не надорвал себе живот от смеха и отказывается комментировать запрет резиновых уточек так отлично у меня есть две свежие квартиры которые я могу усилить по деньгам мы кстати неплохо вышли так во первых вот это вот дрейман сдать а во вторых клара вольнер внутри а яблочко то выложил ладно лучше на берегу моря семья с ними квартиру сдать о ты от меня что-то хочешь к варочку надо будет засадить еще раз если что эта тварь у нас уже один раз ездила в края не столь отдаленный но видимо каким-то чудесным образом выбралась так поговорите про чертежи чертежи напомните что за чертежи чертеж атомной бомбы карла которые помогут мне закончить эту бессмысленную войну найдите способ достать у бастиана вольнера закончить разговор это ты у нас бастиан вольнер ясно какая квартира еще раз напомни мне в первую вы въехали ясно хорошо иди сюда жанна эри вы кто такая я могу вам помочь я управляющего дома карл штейн я жанна эри глава женского рабочего движения наша главная задача избавить женщин от кухонного рабства наш девиз каждой женщине вместо заводского станка и пару лаковых туфель для танцев вы готовы сделать взнос своими свободы и счастья всех женщин нашей страны а сколько сейчас стоит свобода женщин пять тысяч товарищ карл учитывая как карл относится к женщинам и учитывая как я веду игру это немножечко разные вещи к тому же мне так не хочется чтобы моя сумма в 17700 выглядела меньше как например 12700 а сфигали вообще нет не буду что ж взнос дело пока добровольное но я записала ваше решение в черную книгу мы еще увидимся товарищ карл чеши отсюда так хорошо ознакомиться с вами буду конечно позже ну блин нафига ты пришла сюда пойдем я тогда с тобой потрещу немножечко познакомиться познакомиться я карл управляющий этим дом бастион вольнер очень приятно познакомиться вижу что дом в надежных руках поговорить про погоду по прогнозу погода солнечных дней лишь время не предвидится мне это не расстраивает я почти все время провожу на работе хорошо вот ты у нас вроде как выходить собрался куда-то да она читает эта тварь читает в тюрьму ее познакомиться добрый день я карл управляющий этим домом здравствуйте мне зовут георг дрейман мы совсем недавно приехали сюда кем мы работаем в данный момент в поисках работы подал заявку министерство занятости раньше там откуда мы приехали я был сотрудником миграционной службы еще одно пересечение с papers please а это прикольно я слышу у вас легкий акцент откуда вы наши документы в порядке не думал что иметь акцент противозаконно да я вовсе не это имел ввиду просто у нас тут не так часто можем встретить иностранца сильно заметно у нас будут неприятности не переживайте директив по поводу акцента или незаконной иммиграции пока не выходило спасибо успокоили а то ведь у меня большая семья еще не все приехали пока только мы с женой остальные в пути остальные да на моем попечении много родственников жена сын теща дядя еще и племянница еще и племянница это вот серьезно теща вы заметили это все это вся семья из papers please то есть там у нас была жена ребенок теща и потом мы могли приручить удочерить племянницу действительно немало поговорить про папа папам про работу про ситуацию на границе вы не в курсе какой сейчас выезд отсюда как сейчас выездом в другие страны границ на замке по сути да но варианты еще есть хотя и мало к тому же эти варианты не из дешевых георг я не уверен что это можно с вами обсуждать но вы сможете мне помочь уехать с семьей семьи нету вы хотите уехать проблемы на работе скажу вам по секрету мы переехали с вами за проблем на моей прошлой работе пока не уверен но иметь такую возможность мне не помешает сколько хорошо я вам помогу но это будет стоить больших денег не меньше 145 тысяч вот это вот моя реакция сбежать с контрабандистами существенно дешевле у них никаких гарантий что вас не поймают на границе к тому же нелегальное положение в той стране куда вы хотите уехать заставит вас прятаться до конца жизни я же говорю о настоящих документах карл это большое число бумаг виз справок и подтверждений из множества ведомств причем не только местных но и с той стороны куда вы хотите уехать к так он но как только все будет готово вы будете настоящими гражданами которые живут там совершенно легально я понимаю не скидые способы снизить сумму вам нужны любые документы дают право на выезд из страны паспорт а билеты билеты черт билеты аааааааааааааа ладно допустим паспорта да у меня есть билеты я отдал штейном нет штейн это я вот и блин как их звали вот этих чуваков из первой квартиры которыми билеты на круиз отдал черт если есть приносите мы продолжим разговор также если у вас есть друзья за границей или здесь мы поможем связаться с ними тогда получение справок будет значительно легче а значит сумма необходимо для отъезда уменьшится понял спасибо вот этот вот у нас будет считаться другом за границей паспорт у меня для меня есть поскольку я буду бежать наверное один билеты твою за ногу я знал что они мне пригодятся а ладно хорошо я вас понял спасибо так хорошо нам надо вот это вот о выпиваемся так ладно мне нужны чертежи для того чтобы получить чертежи мне нужно сдать кларочку чтобы она уехала опять в места подальше так сейчас посмотрим как тебя там звали квартира номер три инга биркинфельд если я получу штраф за ее за рапорт или нет какая квартира 3 квартира инга так составить нет составить рапорт инга квартира номер три нарушила директиву 52 все то же самое для нас с нотября и уж блин наизусть знаю на читал человек да я не могу арестовать а за это получил штраф сотенку так чувак свалил на работу она пьет кофеечек самое время вам вломиться и арестовать к черту кларочку на нее сейчас рапорт кинем по-быренькому мне так будет гораздо проще потому что чувак о паспорт я сворую оба так где там эти чертовы пластинки то вот положить все пойдемте мы ее отправим подальше квартир номер один он сейчас живет значит составить рапорт клара вольнир квартир номер один нарушила директиву че там у нас директива по музыке какая была погодите рыбу хранить запрещено нет вот ты да зачем я пластинки подкинул блин она уже возвращается и не успею пластинки забрать черт надо было вспомнить про рыбу ладно подожду немножечко а вас обокрали но паспорта я забрал до что-то хочешь дружище узнать что ему нужно что вы хотите карл мне есть к вам просьба очень деликатно обдускал интимного характера ваша работа ведь следить за домом не могли бы вы если можно так выразиться последить за моей женой ты еще зачем я я просто я не дурак карл я понимаю что я птица не ее полета я скромный инженер на фиксированной ставки да и да и не красавец чего уж там она она красавица и умница умница ну да в своем роде я пропадаю на работе целыми днями мне обязаны оставь и мне боязно оставлять ее одну ведь полковник так поклонники так и вьются вокруг нее не могли бы вы приглядеть за ней я правильно понимаю что предлагаете следить за вашей женой с целью уличить ее в неверности или верности боже пожалуйста пусть у вас получится уличить ее в том что она мне верна я подумаю об этом спасибо кстати давно цветок не обыскивал там случайно печенки никакой не завалялось нет жаль верните мне пластинки мне нужно чтобы она сдрызнула отсюда так они типа пошли спать давайте подожду эту ночь блин ночь ночью реально вот когда надо заниматься вещами когда ночь нужно писать рапорты почему это только понял только концу игры а по они ругаются крысы завод это так чувак поехал на работу ночка на его что выгнала что ли кто такой руан чем все происходит мне нужно было от инженера чертежи получить нет она все я вас понял ребят один час уедет за рыбу другая уедет нет я не могу на него составить рапорт ну когда поговорим что вам надо я карл прочитать на том что вы здесь делаете я начальник транспортного цеха на заводе бастиан вольнер мой подчиненный что вам нужно вы пришли к пастиану но ведь он на работе как его начальник вы должны быть вы должны бы знать об этом а какое дело это личный визит надо ведь авторитетом мне есть дело до всего что происходит в этом доме я при исполнении хорошо хорошо только не кричите дело скажем деликатное я и не жаль и я не жаль прошу вас держать это в тайне я тут с частным визитом жене вольнера кларе стыд какой тут видите ли в чем дело вольнер там не справляется со своими обязанностями я давно планировал его уволить но ко мне пришла его жена и предложила себя особо она конечно ветреная ветреная дата этой особой петряк согнет до земли вообще человек одинокий потом согласился выкладываю выкладываю каждый раз круглую сумму за удовольствие м вы еще и платите это же уму непостижимо ну тут не один я не хорошо поступать день который она получает от меня до ее мужа не доходят уж не знаю куда она их тратить точно не на семейные нужды все с вами ясно аморальный вы тип извините мне пора может мне удастся про измену да я по вашему деликатному делу что вы узнали сдать клару кайф блин прикиньте а можно выгородить и пошантажировать ее вернуться к разговору позже давайте поговорим позже только не тяните карл иди сюда поговорим лярва мне стоило 2000 авторитета узнать правду о тебе 2000 блин и сюда если я сейчас не буду шантажировать и я тебя сдам или посажу или вообще что-нибудь с тобой сделаю познакомиться ну здравствуй урод клара жаке клары жаке больше нет я теперь клара вольнер я не прошу тебя про я не прошу тебе прошлой встречи ты знаешь что из-за тебя попала в тюрьму сейчас еще раз уедешь как же вы оттуда выбрались постепенно сначала надзиратель потом начальник смены после же начальник тюрьмы потерял голову от моей красоты нет слов мне просто нет слов и у меня нет слов чтобы описать как ты мне противен улечить в измене клара я знаю что вы изменяете свою мужу какая чушь а доказательства те есть есть конечно видео с вашими утехами подойдет черте возьми пронырливает думаю мне следует рассказать его твоему вашему мужу нет только не то поймите я не просто так это дело не из пустой прихоти муж давно на грани увольнения мне приходится исполнять желание его начальника чтобы его не уволили если вы расскажете мужа меня бросит и уйдет с работы мы оба останемся без средств к существованию карл молю сохранить эту тайну ведь могу отблагодарить и вас знаете ли еще чего не хватало вы понимаете что я семейный человек с государства и государственный случай тогда просто возьмите деньги вам же нужны деньги для семьи возьмите их и не говорите мужу взять деньги черт с вами давайте деньги вот берите спасибо вам карл иди сюда так если мне сейчас пропадет опция сдать ее то я ее просто сдам в полицию пусть еще раз выбирается постепенно про измену жены я про вашу то да да что вы узнали конечно сдать боюсь у меня для вас не утешитель новости она вам изменяет с вашим начальником не может быть это ложь не имеется неспорим доказательства дайте дайте сюда нет мне не надо не давайте мне сердце разорвется если я это увижу черт возьми как же так моя жизнь окончена я сочувствую пастиан иногда лучше пребывать в неведении чтобы они продолжали потешаться у меня за спиной ну уж нет карл мне еще я сейчас совершенно раздавлен не знаю что смогу сотворить не могли бы вы взять на хранение вот эти чертежи с моей работы даже обыскивать не пришлось они совершенно секретны не могу позволить себе их потерять судя по всему вы единственный человек которому можно довериться в этом доме мне даже тебя обыскивать не пришлось дружище это же просто суперский спасибо тебе ты просто молодчина так иди сюда говорить про чертежи напомните что за чертежи да 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 отдать я принес ваши чертежи я с не сомневался держите вот вам 4 вот вам чистые документы на всю семью вдруг решите уехать просто вклейте ваши фотографии жалко мне семьи нету удачи будете на границе запомните бежать нельзя иначе спустят псов они разорвут вас в клочья вельдер да перед вами в долгу закончить разговор ты после этого съедешь значит отчетов пойдемте из подачи отчитаемся как набрать номер министерство министерство порядка бомба обезврежена к счастью да отличная работа королева спасли наших граждан государственное имущество вам полагается премия вы ее заслужили карл штейн не получать официальных уведомлений вы получаете официальные официальные уведомления грядущей проверки вашей работы через пять дней ожидайте следователя уполномоченного забрать для проверки все ваши документы и записи чтобы это в результатом проверки случае если процент выявленных нарушений будет выше допустимого предела вы будете отстранены от работы также будете арестованы завредительства вам это понятно карл понятно если наоборот если процент выявленных нарушений будет допустимых пределах и не будете отстранены от работы логично всего доброго карл звонок принять частный звонок карл штейн да кто это слушайте внимательно перебивайте вам удалось предотвратить взрыв на это идет в разрез с нашими планами если не хотите чтобы ситуация повторила сделайте так как мы скажем не к черту не собираюсь взрывать дом полный людей нас не интересует все жильцы нам нужен только один или вы уничтожите ингу беркенфель и в следующий раз в вашем доме будет одна не одна а 10 бомб чем-то женщина вам так не угодила что с ней так но ее заселила правительство так что я понимаю если это поможет успокоить остатки вашей совести то извольте это стерва химик который приходит разработкой в секретных лабораториях под патронажем министерства контроля сейчас она создает газ способный отключить машечковый миндальный и повредить префтональную кору головного мозга одновременно это новое оружие для военных действий вы правы это оружие не совсем то о котором вы подумали этот газ делает из человека покорного слугу без чувств страха без моральных делем ни вины ни сопротивления в таких людях не остается так что применять этого будут против своих же они собираются сделать из подрастающих детей идеальных работников идеальных солдат ее нужно остановить как то сделать вы смышленный человек выпутались из десятка передряг что-нибудь придумаете имейте виду карл если не справитесь следующая бомба будет в вашей квартире это со мной разговаривать не хочет оба ба 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 сейчас этот закончено расследование по громкому делу министерских дач сообщением нашим читателям что абсолютно все дачи находятся на балансе министерства хозяйства никаких частных владениях они не находятся дачи используются исключительно в государственных делах на них ведутся садово-огородный раб блин я оборот не почитал да всем известно что происходит на этих дачах то бы сомневался чем закончится это липовое расследование ну да в общем то так чувак уехал за платежи все нормально за чертежи за платежи я могу кому-то еще квартиру сдать нет то в принципе наверное это уже и все ладно ну-ка papers please у меня есть чуть-чуть денег у меня есть готовые документы у меня есть друг за границей у меня нету чертовых билетов если бы у меня были билеты я думаю все было бы в разы лучше деньги я уже не знаю откуда я смогу достать поговорить про страну как вам здесь мы думали что переехали сюда решим множество проблем но жизнь здесь не очень-то отличается множество министерств и государственный контроль во всем слышал даже что и революционеры тут есть ну контроль может быть и не так уж плохо министерства у нас действительно много недавно создали министерство надзора за министерством строгого контроля а про министерство инновации в стоматологии вы слышали или про министерство штампов еще нет сложно уследить за всем что сейчас происходит из последних новостей я слышал что решено объявить министерство сельского хозяйства и министерство культуры логично и как же она будет называться министерство агрокультуры сейчас они занимаются организации патриотических концертов в полях их фестиваль свекольная отчизна и спектакль патриоты едят брюку очень популярны как я слышал сейчас говорят новое представление картофельное знамя дружба народов прекратите я не могу больше слушать по работу я вы говорите работали раньше инспектором иммиграционной службы сидел на пропускном пункте и проверял паспорта принимал решение впускать или не впускать людей в страну звучит довольно скучно как по мне о нет скучать было некогда поверьте правила для въезда поменяли менялись каждый день этот чувак ну да да и люди приходили скажем так всякие наверное очень хорошо разбирайтесь разного рода документах визах и прочим что есть то есть обращайтесь ли будет нужна помощь на подделке у меня глаз наметан это то ну-ка принесли документы отдать паспорта есть пустые паспорта отлично что еще больше ничего нет давайте предположим у вас есть тот за границ кто мог бы вам помочь существенно снизить расходы дать подумать кто бы это мог быть шиммеры шиммеры это были это я им отдал билеты но теперь они у меня выступят как люди за границей до шиммера я помог ему ехать из страны они мне не откажут альберт мейненькие я помог ему было получить чертежи он должен помочь инга биркенфельд вы ваши взаимоотношения не сложились мягко говоря дантон я помогал дантом и рискал жизни у своей семьи от него помощи должно быть много патрик он мертв да итак давайте посмотрим кто сможет вам помочь расход на незаконную иммиграцию составит семьдесят пять тысяч черт я не смогу уехать я не смогу уехать министерство заботы выступил с инициативой укрепления позиции родного языка мы одна нация и должны говорить на одном языке общем и едином заявил заместить заместитель министра подобные меры сильно повысят безопасность сделала страну менее уязвимой для шпионов и агентов лени и мы предлагаем считать всех кто хранит у себя иностранную литературу и говорит на чужом языке очередному приступе паранойи министерство порядка предлагает приравнять шпионы всех закон находящихся на территории страны иностранцев и ценителей иностранной культуры с таким подходом мы только уголь продавать и сможем ведь как вести дела с соседними странами если не можем изъясняться с ними на одном языке тогда что-то хочет меня приветствую карл слышал вас замечается проверка как вы считаете вы пройдете сделал все возможное боюсь все или почти все возможное вами уже сделано проверка вскроет все нарушения если таковые имеются вы уверены в том что отдали себя родине на все сто процентов даже не знаю что ответить раз проверка неизбежно изменить уже ничего нельзя придется покориться судьбе еще не поздно повлиять на свою судьбу и судьбу нашей прекрасной страны карл что намекаете а намекаю а говорю вполне прямо видите ли в чем дело государство не ошибается ошибаются ошибки делать люди это лишь потому что человек существо слабое подвержены стран страстям слабостям и эмоциям а государство это машина которая направлена на общее пусть и принудительное благо ну так как у руля стоит стоят простые люди вроде меня мы можем простить верным слугам народа многое если вы не уверены в том что были безупречным служащим или вам кажется что вы где-то оступились сделайте солидный взнос на нужны наши великая родина и получите второй шанс спасти себя 60 тысяч вот так откуда такие деньги мне брать игра что то есть откуда это серьезно 24 штуки у меня я не знаю что мне нужно было делать чтобы заработать такие деньги чувак предлагает нас вывести со 75 тысяч так а как бы сбавились расходы хорошо что мне с биркенфельта делать кстати арестовать я не могу мне надо как-то убить а как не убить что тебе нужно верните мне чертежи которые вам давал я снова в норме за 1000 авторитета чертежи переданы наверх руководству так надежней черт вас потери карл как я смогу это объяснить своему начальству я расстреляют за предательство и халатность мне нужно съехать срочно вали отсюда мне сейчас заботы побольше чем так я у тебя могу купить яд проси вот заработать не знаете как можно быстро заработать много денег что карл прижала думаю вам нужно можно доверять мне есть одна возможность для вас но это большой риск интересно не там нити хорошо совсем скоро начнутся петушиные бои разумеется нелегальные в общем я принимаю ставки перья там летят в разные стороны и данный момент два финалиста глупый вождь и мудрый вождь ничего себе именно это бой не просто нелегально они прям таки запрашиваются на вид стражи порядка аж горилла риск велик карл да и шансы выиграть 50 на 50 минимальная ставка 5000 в случае победы ваша ставка увеличится в 10 раз мне не хватит так будете ставить да на глупого вождя хочу поставить ставлю на глупого если глупый ваш победит будет очень забавно сколько принято и абсолютно 5000 я что я ничего не теряю может быть а можно от 2 2 ставки сделаю почтение узнать результат ставки торговать мышьяк полная бутылка давайте куплю читайте на читайте читайте на здоровье я могу немножечко людей пошантажировать наверное так что я могу сделать я могу составить на те характеристику пошантажировать тебя шантажное письмо для раввены так раввена у нас какой в квартире номер два что там нарушила книгу так давайте по книжной этой мы тебя пошантажируем сначала может быть получится вот это вот до отправить посмотрим клюнет ли она на это потом посмотрим так как не по поговорить вас хотят убить попытаться попытаться отравить я вижу вы кашляете не хотите выпить сиропа от кашля это сама в состоянии сходить в аптеку меня нет 2000 очков авторитета личный комплимент воображительная женщина инга если бы я не был женат с ума сошли карл пойдите прочь от меня с цене соплями у меня нет не хватает 150 очков авторитета черт побери ладно так она там что-то есть типа это жилец проигнорировал шантажное письмо как круто я вас понял драйман мария погодите как вас зовут еще раз георг если бы его еще и сергио звали я бы кое-что подумал так блин она на шантаж не повелась офигеть хорошо так ну ты же мне скажешь про ставки на следующий день дамы почти как результаты не торопись калову петуши пешки еще живо здесь сидят по клеткам я вам сообщу хорошо так понимаю что появится блин мне хорошо заплатили стебе и и отравил черт ладно будь что будет подождем где мне еще авторитета раздобыть ладно еще подождем я могу посоставлять характеристики на это все копейки сейчас будет но там ну две три сотни еще но мне сейчас единственная фишка в том сработает ставка или не сработает если сработает то блин так сейчас будет ночь я понимаю что еще теряю свое собственное время мне нужно что пришел торговец и они на я иначе никак не выкручусь если ставка сработает то я выживу если ставка не сработает то все до свидания мне не хватит вообще ни на что читаем молодец один раз я тебя уже в этом запалил так вырубить пожалуйста почтение результаты как результаты увы карл победил мудрый вождь не удалось шутка сгорели ваши денежки спасибо блин ну собственно все так это торговать мне кстати немножечко добавилось очков авторитета полотенце кошелек сидела не знаю зачем я сейчас обыскиваю но похоже из этой ситуации я уже не выберусь у брошь здравствуйте брошь я могу продать за неплохие деньги но это было бы плюс еще там сколько 5000 или что такое ты у нас заядлый шахматист бритва то тебе за ну ладно я понял зачем тебе бритва такая у девушки спрашивать пусть даже у 48-летней девушки паспорта это все под характеристики мне составлены на тысячу на тебя характеристику тысячу типа ящу с грибу с этого о я могу тебя отравить я могу тебя отравить иди сюда тварь где-то интересно сколько мне за это денег дадут у меня у меня авторитетов прибавилось так где ты где ты где ты за что за нахождение мне дают авторитета да вот она вот иди сюда попытаться отравить да 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 нет на вы первоклассный специалист вам нельзя болеть отвлекаться от работы позвольте поухаживать за вами лично и не за вами лично а за страны хорошо несите ваш сироп отдать мышьяк вот возьмите спасибо раз я еще что-то могу сделать в этой игре я это сделаю так ну меня все равно или посадят или расстреляют мне какая разница так я могу еще поднасрать государство немножечко ну я и у нее еще и брошь сточил брошь это еще пять тысяч а не я звонить сейчас не буду пусть ее заберут надо быстро про нее характеристику составить это же еще тысяча составить понятно не успел ну это я сам провтыкал да согласен вот только что от меня где-то 1200 ушла по характеристикам ой сразу же звонок ну да сколько вы мне за это заплатите на чатный звонок карлштейн отлично сработали с вами приятно иметь дело думаю определенная сумма денег поможет вам забыть о том что произошло пять тысяч могло быть 6 я еще две потратил на яд принять входящим министерство если растопорядка вы слышали что инга бекенфельд умерла это несчастный случай тем не менее не снимает с вас обязан обязанностей чтобы предотвращать такие события нам нужно знать о ваших гражданах все а потому вам нужно написать пять характеристик на жильцов в самое ближайшее время напугали блин ну блин ну пять тысяч мне за нее дали я надеялся что мне там хотя бы двадцатник за нее отвалят у меня четыре жильца как я вам напишу пять характеристик вы чё дебилы что ли напишите характеристики ну тогда все тогда все двадцать две тысячи ну вот здесь в последней части я очень много денег провтыкал вот отказаться на ваше право карл надеюсь когда мы встретим в следующий раз на вас не будет наручников все катись отсюда ну хочу взять все ну а нельзя как бы а мне место просто не хватает да или что или где а все я понял это весь ее хлам был это мы забираем это мы выбрасываем дом призрак такой если я тебе по продаю все что только можно сколько это будет стоить мы почти не торговать это то я еще пять тысяч потратил на ставку блин если бы ставка сработала было бы круто иностранные деньги не т это пожалуй мне нужно было а это обычная брошь пожалуй мне нужно было чаще обворовывать Ну что ж, полтос я нагрёб Если бы я не поставил ставку В 5000 было бы 55 Если бы Что я ещё мог сделать Я купил оружие за 5000 В общем, там мне всё оправдалось То есть мне не хватает не так уж и много У меня есть 50 На 50 я всё равно, к сожалению, не уеду На 50 я всё равно То есть если бы я почаще обворовывал Своих жильцов Если бы Продавал контрабанду И всякое такое Мне бы хватило на то, чтобы свалить 75 тысяч Получается всё-таки нормальная сумма Её можно поднять Тогда сумма в начале игры В 20 тысяч Но там очень жёстко нужно было тогда играть Прям быть такой мразью-мразью Наверное Ну, хорошо Ехать или не ехать Да, собирать деньги Ну, у меня просто не хватит Денег Совсем чуть-чуть не хватает 25 тысяч не хватает, жаль Так Если бы их ещё пошантажировать Смотрите, я не знаю Если бы 1010 сейчас не хватало бы Я, может быть И поторговался бы Чё-то подождал бы Но 25 я сейчас уже никак не наберу Это просто огромная сумма При таком количестве жильцов Я уже вижу, где все были мои промахи Где Были все мои ошибки Просто сейчас я это уже никак не исправлю Поэтому я, наверное, сейчас отмотаю Уже эти 40 часов до конца игры Я не хочу затягивать серию На ещё одну серию Тут у нас материал не хватит Получится, что эта серия будет Просто немножечко длиннее Вот И посмотрим с вами концовочку Зато теперь мы с вами понимаем Какая могла быть концовочка Ну, хотя бы несколько её вариантов Мы знаем Мы могли быть честными И всё делать для государства Мы могли Больше красть Быть большей тварью Заработать больше денег Во-первых, может быть мы семью бы спасли Не может быть, а точно А во-вторых А блин, получается здесь нету среднего Прикиньте, здесь нету среднего Здесь или ты Полностью служишь государству И ты тварь Или ты полностью обворовываешь людей Шантажируешь, крадёшь И ты тварь Вот, пожалуй, главный получается Вывод этой игры Что нельзя быть обычным человеком Как ни крути Ты будешь тварью Потому что Здесь нельзя жить по-честному Ну, как бы вот это вот прохождение Было Относительно по-честному То есть я Не подставлял Хороших людей И кидал за решётку плохих Пытался Пытался Делать правильные поступки Хотя далеко не всегда У меня это получалось Даже не знаю Ребятушки, если у вас какие-то Соображения Ну, не в смысле советов Насчёт советов Как и что Это я понимаю И, наверное Я сделаю небольшой перерывчик И сделаю второе прохождение Чисто для себя Просто, чтобы посмотреть Как и что Потому что игрушка очень интересная Вряд ли я буду делать Перепрохождение на запись Разве что Когда-нибудь годика через три Когда все немножечко подзабудут Тогда можно будет что-то Ну, я не знаю Это так пока что Просто мысли вслух Давайте уже проверку На самом деле Жалуюсь, что нельзя Ещё быстрее время прокрутить Ну Мне просто сейчас не нужно Столько времени Я уже ничего не сделал К сожалению Блин Победил мудрый вождь А фишка в другом Это каждый раз Рандомный результат Или Там можно выиграть Запомнив Или наоборот Там в принципе нельзя выиграть И это такая ловушка Чтобы потерять пять тысяч Вот что мне интересно Как здесь устроена игра Потому что здесь довольно много Подлостей Подобных Да-да-да Всё, ноль часов осталось Всё круто Мне куда? К телефону Или это просто игра закончится? Как всё будет? А, к телефону Хорошо Проверка Поехали Звонок в министерство Карл Штейн Упражнение Это помогло Это помогло То, что мы передали чертежи Это помогло Это сыграло в плюс Но страх Полицейские Волокли Карла В машину Кровь Размазалась По лицу На брюках Красовалась Дыра В том месте Где должны были Висеть ключи От дома Их вырвали Вместе с тканью Карл до конца Своей короткой жизни Терялся в догадках Что стало с его семьёй Мы все знаем Что стало с его семьёй Никому из семьи Карла Штейна Не было суждено Дожить до конца Этого года Ну что ж Я так понимаю Что игра у нас Разделена На приоритеты Личные И приоритеты Общественные И с точки зрения Приоритетов Общественных Мы справились На мой взгляд Очень хорошо Потому что Режим был свержен Война была закончена И с точки зрения Народа Ну мы сыграли Мы получили Самую лучшую концовку С личной точки зрения Ну Карл И вся его семья Погибли Погибли Давайте чуточку Музончик Прикрутим Значит Ну это получается Не самая плохая концовка Я так понимаю Что если полностью Служить режиму Режим останется Навсегда Война продолжится Если В общем Нужно продолжать Помогать Новому Завтра Нужно Помочь Дантону Нужно помочь Агенту Нужно помочь Всем вот этим Вот людям То есть Атомная бомба Не пошла Во зло Окончание Войны Наступило Свергли Режим Это все хорошо То есть Нужно Спасти себя Себя Нужно спасти Исключительно Баблом И Помощью То есть Помощь Шиммерам Помощь Заграничному Агенту Вот насчет Билетов Загадка Получается Если бы я не отдал Билеты Шиммерам У меня были бы Билеты Но у меня не было бы Шиммеров За границу Я не знаю Насколько это сказалось С финансовой точки зрения Ладно Ребят Тут есть Несколько вариантов Прохождений Больше чем Два И больше чем Три Это очень сильно Радует У нас получилось Такое прохождение С хорошей концовкой На дальнюю перспективу Но плохой концовкой Для нашего персонажа В частности Есть вторая часть Этой игры Я знаю Что она сильно Отличается от первой Я ее в глаза Не видел Кроме как Некоторых скринов Поэтому Говорите Пишите Хотите ли вы Вторую часть Мне лично Хочется поиграть Но Мне также нужно знать Интересно ли вам Все ребятушки Насчет этой игры Я могу сказать Что я ее рекомендую На 200% Она очень крутая Очень классная Частенько ставит Сложные моральные выборы Это хорошо Стоит задуматься Стоит Проверить свой Моральный компас И Посмотреть Куда это вас Выведет Очень вам рекомендую Поиграть в эту игру Самому Даже После того Как вы посмотрели Потому что Реиграбельность Этой игры Просто дикая Тут можно Очень много Чего сделать По другому И по разному На этом Прохождение заканчивается Увидимся В следующих Играх В следующих Проектах Спасибо Что были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек Всем покеда Субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому